Через 16 дней страна будет праздновать 75-летие победы в Великой Отечественной войне. За всю историю наш народ подвергся немалым испытаниям. В годы войны казахстанские солдаты продемонстрировали отличный пример героизма. В частности, 6 620 солдат отправились на фронт из Шустского района. Но сейчас только трое дожили до наших дней. С каждым годом все меньше и меньше становится участников и свидетелей тех страшных событий. Следует отметить, что трое из восьми солдат из статьи «Имена восьми жамбульских героев», опубликованные на днях в региональной прессе, являются ветеранами Шустского района. В частности, одним из них является Мусабек Айткулов, житель села имени Кунаева. Немало выдающихся граждан в своё время были представлены к званию Героя Советского Союза. Но по неизвестным причинам эту награду они так и не получили. «Из села имени Кунаева в Великой войне участвовало более 200 солдат. В их числе был и житель нашего села Мусабек Айткулов. Они были сверстниками своим отцом. Мы только узнали о том, что он был представлен к званию Героя Советского Союза. В планах назвать аллею в честь нашего героя». Сержант Мусабек Айткулов был одним из тех людей, которые самоотверженно сражались за победу в Великой Отечественной войне, но при этом так и не получили звание Героя Советского Союза. Он родился 8 июля 1923 года в селе имени Кунаева Шустского района, но воспитывался в детском доме. В 1941 году он добровольно ушёл на фронт и служил в мотострелковом полку Украинского фронта. Вернувшись с фронта в 1945 году как инвалид второй группы, он был награждён Орденом Красной Звезды, Орденом Трудового Красного Знамени, Орденом Отечественной войны первой и второй степени и другими орденами и медалями. После войны Мусабек Айткулов работал бухгалтером и управляющим фермы в колхозе имени Ленина, где он родился и вырос. «Я очень горжусь своим дедушкой. Он для меня пример для подражания. Настоящий герой. Я всегда и везде с гордостью рассказываю о его мужестве». У Мусабека и его жены 11 детей. Зине Пайткуловой, родившейся в 1925 году, сейчас 95 лет. На данный момент у них 26 внуков и 16 правнуков. Великая задача, стоящая перед нами, проявить должное уважение к тем немногим героям, которые не поддались тяготам войны и являются настоящим примером героизма. Следует отметить, что началом мероприятий, посвящённых 75-летию Великой Победы, является ремонт парков и памятников ветеранам войны. В селе Кунаево Шуцкого района эти работы уже начаты.